Добрый день! Сегодня мы узнаем, как при помощи Red IQ вы можете узнать, что сейчас популярно и что сейчас в тренде. Давайте мы с вами перейдем в нашу творческую студию. Здесь есть раздел «Сейчас смотрят». Нажимаем сюда. На бесплатной версии у нас будет вот такой список и мы ничего с ним не можем сделать, потому что у нас не работает ни один фильтр. На платной версии здесь вы можете посмотреть и отсортировать видео по количеству часов, по количеству просмотров за один час, самая первая кнопочка, просто просмотров, общее количество и по взаимодействиям. То есть у нас, как мы видим, немножечко различается сортировка. Также можно за последние 48 часов выбрать видео. Это неделя, этот месяц, последние 6 месяцев. Дальше мы можем выбрать поисковой запрос, например, «Школа». И здесь мы уже видим видео на определенную тематику. Сейчас я выберу чуть побольше промежуток, то здесь мы видим, что уже немножко сусился запрос. Дальше категорию. Можем выбрать какую-то конкретную, например, «Образование». Бывает такое, что результатов нет, поэтому, например, уберем слово, нажимаем «Искать». И здесь все, что популярное в теме образования. Дальше. Оценка от vidIQ. Здесь мы можем перемещать вот эти вот кружочки. То есть сейчас у нас оценка от vidIQ может быть от 0 до 100. Мы можем сделать ее буквально вот такой, от 80 до 100. Таких результатов нет. От 40 до 100. Здесь уже есть результаты, но только 4. То есть таким образом мы можем ассортировать по оценке балла среднего vidIQ популярность видео. Дальше. «Просмотры». Какое должно быть количество просмотров у видео? Вот, например, у этого видео 4000 просмотров. То есть сейчас я могу выбрать вот такое. И здесь мне надо то, что меньше 1000 просмотров. Дальше. «Более 1000 просмотров». Вот. И здесь мы видим то самое вот это видео. То же самое. Десять тысяч, сто тысяч, миллиона, десяти миллионов и так далее просмотров. Чуть ниже будут просмотры в час. То есть здесь точно такая же стрелка. То есть мы можем до 100 просмотров в час выбрать. И вот у нас выйдет видео. Можем попробовать более 1000 просмотров в час. Таких результатов уже нет. И более 100 тоже нет. Дальше. «Продолжительность видео». Например, «Более 30 секунд». То есть вот таким образом мы можем просто сортировать наше видео. «Более пяти минут» и так далее. Дальше. «Количество подписчиков на канале». Здесь есть условное обозначение просто, чтобы было удобно. «Графит», «Опал», «Броза», «Серебро», «Золото». Мы смотрим на то, что в скобочках. То есть, например, 1000 подписчиков на канале. Есть ли здесь такие? Да, есть вот у этих каналов подписчиков меньше, чем 1000. Смотрим от одной до десяти тысяч. Уже нет. То есть все наши каналы до 1000 подписчиков. То есть таким образом мы можем выбрать промежуток времени, тот момент, все характеристики, по которым будем сравнивать и искать. Один поисковой запрос, какая-то категория, которая относится к страну, мы также можем выбрать. Оценка баллов и дайкью, просмотры, общие просмотры в час, продолжительность видео и количество подписчиков на канале. То есть конкретно вот эта вкладка на платная версия, она очень много получает дополнительных возможностей. Например, набираем вот сюда запрос, страну сейчас выберем Россию, категория, все категории. И вот мы можем увидеть видео на подходящую тематику. Можем попробовать сделать так. И вот, например, здесь даже есть видео «Бесплатная школа видеоблогера». То есть вот таким образом мы можем пользоваться этой вкладкой. Я вам напомню, что если вы хотите получить бесплатный доступ к платной версии дайкью на целый месяц, вы можете перейти по ссылочке ниже и получить этот бонус. Вы можете проверить, подходит ли вам полная версия, либо нет. Отличие понять бесплатной версии от платной. И уже решить, стоит ли вам пользоваться той версией, за которую нужно платить, либо не стоит. То есть вы сами решаете, чем вам пользоваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...